Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 24 главу. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал, видите ли, все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это очень жесткие и шокирующие слова, потому что тогда как раз Ирод Великий достраивал Второй Иерусалимский храм, и это была великолепная постройка. Это было здание, которое высоко возвышалось над местностью. Люди, которые шли паломниками в Иерусалим, видели его издалека. Это было здание из белого камня, огромное, и оно производило невероятно сильное впечатление. Оно производило бы его и сейчас, но в то время люди привыкли жить в зданиях очень невысоких. Там был один, ну, максимум два этажа, человек, который вырос у себя в деревне, который жил в небольшом таком домике. Когда он приходил в Иерусалим, и он видел это огромное, великолепное, сверкающее здание, он буквально падал. И это наполняло, естественно, сердца Иерусалимлян законной гордостью. Вот как люди, которые... Вот мы можем испытывать гордость за какие-то такие высокие постройки у нас в Москве, Но для Иерусалимлян это была не просто великолепная постройка, которой они гордились. Это было единственное место, где Бог пребывает со своим народом. Это было место, где Бог принимает жертвы, которые приносились за грехи народа. Это была не просто национальная святыня. Вот у нас есть, допустим, Сергиев Посад, у нас есть Оптина Пустынь, у нас есть почитаемые национальные святыни. Но Иерусалимский храм был чем-то большим, потому что это было единственное место, где люди приносили Богу жертвы. Это было нечто абсолютно центральное, важное, и люди приходили со всего мира, где исповедовали иудаизм. Люди, которые из всякого народа, приходили к храму для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы принести жертвы. Это было нечто абсолютно центральное для людей той эпохи. И то, что Ирод это перестроил, все это сверкало, все это блистало, все это производило огромное впечатление, все это имело огромное значение и духовное, и национальное. И вот Господь говорит, видите ли, все это истинно говорим, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И, конечно, такое страшное предсказание, оно вызывало у людей полное недоумение, потому что считалось, что Мессия должен сделать так, что не только ничего не будет разрушено, но и наоборот, Иерусалим будет превознесен, наоборот, народ будет избален от своих врагов и превознесен за свою верность Богу. И мы читаем же у пророка Исаии, что цари принесут свои сокровища в Иерусалим и придут на поклонение Богу. И это исполнилось абсолютно буквально, и действительно, мы знаем, что и приносили, и сейчас приносят. Люди приезжают со всего мира в Иерусалим на поклонение Богу. И мы знаем, что цари, в том числе русские цари, воздвигали там храмы и вносили очень большие пожертвования. То есть пророчество исполнилось, исполнилось буквально, но люди себе представляли это несколько иначе, что Иерусалим будет превознесен в политическом смысле, и народ будет Божий превознесен. И тут Христос говорит, храм будет разрушен, не останется камня на камне. Люди, естественно, с большим недоумением и с печалью у него хотят выяснить, о чем речь. Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Мы видим, здесь ставят два разных вопроса. Когда это будет относится к разрушению храма, и какой признак твоего пришествия и кончины века относится уже, собственно, к кончине века. Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прелестят. И дальнейшая речь Господа относится и к разрушению Иерусалима, и к кончине века. Нас не должно это удивлять или смущать, потому что так работает текст Священного Писания. Он многослойный, он многоплановый. Когда мы смотрим на два здания, которые находятся на разных расстояниях, с одной точки, они выглядят очень близко. Ну, например, вот здесь, в Москве, если зайти на смотровую площадку на Воробьевых горах, то вы увидите Андреевский монастырь и дальше, на значительном удалении, здание университета. Но они будут у вас на одной линии, они будут почти сливаться, хотя и находятся на разных расстояниях. Вот так разные события в истории человечества, разрушение Иерусалима и конец света, они оказываются здесь переплетены. И это важно, потому что разрушение Иерусалима служит прообразом конца света. Это тоже в Библии совершенно принятая, обычная манера выражаться, когда одни события служат прообразом других. И первое, о чем Иисус говорит, это Он предостерегает людей против уже пророков, против людей, которые будут прельщать, то есть обманывать людей. Они придут под именем Моим, будут говорить Я Христос, и многих прельстят. И так оно и происходило, и, собственно, из-за чего погиб Иерусалим, когда пришли народные вожди, которые, в отношении которых люди поверили, что они в некотором смысле Христы, то есть они помазаны Богом для того, чтобы освободить народ. Народ с радостью восстал против римлян. В 68 году н.э. первоначально даже нанесли им некоторые поражения, потом римляне собрались с силами и пошли, и завоевали, и разрушили Иерусалим. Потому что люди пошли за этими ложными вождями. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. В истории происходило множество бедствий, множество войн, множество смут, революций. И Господь говорит, смотрите, не ужасайтесь. Надлежит тому быть. Мы, находясь во всех тревогах истории, мы смотрим на этот мир не с растерянностью, не с ужасом. Мы понимаем, что всему надлежит быть. Это часть Божьего замысла. Будут глады и моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней, то есть начало родовых схваток. Если более тщательно переводить, это начало родовых схваток. Это страдания, которые предшествуют рождению нового мира. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И учеников ожидает мученичество. Они будут ненавидимы всеми народами за имя Мое. И это предсказание, которое относится, в общем-то, ко всей человеческой истории. Поскольку христиан преследовали и убивали и до падения Иерусалима, и после. И мы знаем, в нашей стране относительно не так давно, десятилетия назад были последние жестокие преследования церкви. И сейчас есть страны, где быть христианином смертельно опасно. Тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Мы видим неоднократные предостережения против уже пророков. Уже пророки были в Ветхом Завете, и Господь предостерегает против уже пророков. И тут важно понимать, что для Бога, для нашей веры важно, во что мы верим и какие духовные авторитеты мы принимаем. Потому что в современном мире иногда люди говорят, неважно во что человек верит, был бы человек хороший. Важно быть хорошим человеком, это принципиально важно. Но важно также смотреть, чтобы не пойти за уже пророками, потому что Библия нас от этого предостерегает. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молите, чтобы не случилось ваше бегство зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Мерзость запустения — это некий языческий идол, который стоит где не должно, то есть на святом месте, в святой земле. И речь идет о римлянах, которые придут в святую землю, чтобы ее разрушить. Это на первом на поверхностном самом уровне, самом буквальном смысле, предсказание о разрушении Иерусалима. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, причем бежать надо весьма поспешно. Кто на кровле, тот не сходит взять что-нибудь из дома своего, кто на поле, тот не обращается назад взять одежды свои. И в истории церкви этот призыв к срочному бегству он получил также и такое расширенное духовное истолкование, что из греха, из обреченного города греха нужно бежать стремительно, и это означает резкое и решительное покаяние. Человек может не убежать физически, но он может порвать с прежним образом жизни. И это делать надо быстро. Не нужно погружаться в раздумья, что вот с понедельника я начну новую жизнь. Нет, новую жизнь надо начинать сегодня. И делать это немедленно. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Осада Юрусалима описана иудейскими историками Иосифом Флавием. Флавий сначала воевал сам с римлянами, но потом он попал им в плен, и он предсказал римскому полководцу, что он будет императором. Полководцу это понравилось, его оставили в живых, и он написал книгу «Иудейская война», где описал все в подробностях, стараясь при этом как-то обелить римлян и возложить вину на происходящее на иудейских постанцев. И вот Иосиф Флавий описывает невероятные бедствия, которые постигли осажденный город. Римские войска подошли к городу, когда в нем было много паломников, была как раз Пасха. Множество людей оказались заперты в обреченном городе, и внутри города стали происходить столкновения между различными фракциями восставших. В ходе этих столкновений произошел пожар, который уничтожил значительную часть продуктовых запасов. Начался голод, и вооруженные бандиты ходили, отбирали остатки продуктов там, где они их могли найти. И начались случаи каннибализма, и Иосиф даже описывает ситуацию, когда разбойники услышали запах варящегося мяса и ворвались в этот дом, думая, что там какие-то продукты сохранились, и обнаружили там мать, которая варит собственного ребенка. Это была чудовищная великая скорбь. Наконец римляне захватили город, преодолев сопротивление ослабевших от голода защитников. Огромное количество людей были перебиты или распяты. Остатки населения были проданы в рабство. Израиль прекратил свое существование как сколько-нибудь самостоятельная государственная единица аж до 1947 года, когда государство Израиль было восстановлено. Это было величайшее бедствие в истории Израиля, которое израильтяне оплакивают до сих пор. В храме животоприношения совершались до самого последнего момента. И храм был сожжен. Иосиф Флавий говорит, что римляне его не хотели сжигать, но просто вот так получилось в самотохе, когда они брали город. Другие источники говорят, что они сожгли его намеренно. Так или иначе храм был уничтожен. Предсказание Господа о том, что не останется камня на камне, осуществилось буквально. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут уже Христы и уже пророки, дадут великие знамени и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молнии исходят от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Не нужно гоняться, когда появятся какие-то народные вожди, которые пообещают избавить народ от всех этих бедствий. И останут уже Христы и уже пророки. И здесь мы видим, как повествование о падении Иерусалима, оно переплетается с повествованием о конце света, с пришествием Сына Человеческого. Последняя фраза, ибо где будет труп, там соберутся орлы, очевидно, относится к городу Иерусалиму, что Иерусалим в духовном отношении является трупом, он умер, отвергнув Христа Спасителя, и там соберутся орлы. Орлы — это значки римских легионов, потому что, если кто видел реконструкцию в кино, то римские подразделения носили такие штандарты с изображением орла, где было четыре буквы, которые означали «Сенат и народ Рима». И вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую, и пошлет ангелов своих с трубой угромогласную, и заберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Существуют разные традиции толкования этих таинственных слов, и они друг другу не противоречат, потому что Библия — это многослойный текст. Один и тот же отрывок может иметь несколько разных смыслов. Это нормально. Надо это понимать, потому что иногда люди пытаются, особенно критики Библии, пытаются относиться к Библии как к инструкции по сборке этажерки Икея, где действительно есть только один текст, один смысл, и он самый прямой. Библия — это очень многослойный текст, и поэтому этот отрывок относится как к разрушению Иерусалима, так и к концу света. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба. Это поэтическое описание, которое, например, в книге пророка Исаии относится к разрушению Иерусалима. То есть вот это такое бедствие, это такая катастрофа, что это можно описать только в таких выражениях. Ну, примерно как, не знаю, поэт говорит, «Земля тряслась, как наши грудья». Мы понимаем, что речь здесь не идет о землетрясении на восточноевропейской равнине, речь здесь идет о переживаниях, которые испытывает участник Бородинской битвы. И в таких катастрофических выражениях описывается падение Иерусалима и то, что Сын Человеческий соберет избранных своих, это проповедь Евангелия, которые избранные собираются в Царство. Но это также совершенно возможно, и это делали, возможно отнести к концу света, к концу мира как такового, не просто к концу Иерусалима. И к моменту Страшного Суда. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето, так и вы, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут». Вот тут некоторые люди смущаются, или неверующие иногда любят указывать на этот стих, говорят, небо и земля придут, но слова мои не придут, не приедет род сей, «И как все сие будет». О чем здесь идет речь? Ну, я встречал такое истолкование, что речь идет о еврейском роде, и действительно мы видим, что все народы, упомянутые в Библии, они все куда-то делись, они все ассимилировались, их нету больше, но еврейский народ продолжает существовать, и в этом есть таинственное деяние Божьего промысла, потому что Израиль должен обратиться ко Христу перед концом света, это предсказано в пророчествах, и значит, Израиль как некая отдельная опознаваемая общность, он просуществует до последних событий конца мира, и мы видим, что несмотря на всю свою трагическую историю, несмотря на ту враждебность, с которой он сталкивался, Израиль дожил до сего дня, однако это толкование, оно не очень хорошо укладывается, собственно, в текст, потому что чаще всего род сей значит поколение, не приедет род сей, вот это поколение не вымрет, как все сие произойдет, и понятно, неверующие указывают на то, что поколение современников Иисуса давно все поумирало, и конец света не произошел. Речь идет, на самом деле, о ответе на вопрос, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено, и ученики спрашивают, скажи нам, когда это будет. То есть речь идет о разрушении Иерусалима. Вот Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры при жизни поколения Иисуса. Большинство современников Иисуса на тот момент были еще живы. То есть не приедет род сей, как все сие будет, не приедет род сей, как будет разрушен Иерусалим. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет в пришествие сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествие сына человеческого, тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И этот отрывок говорит уже больше о конце света и о том, что дня и часа никто не знает. Время от времени у нас появляются приверженцы разных культов, которые точно нам сообщают дату. Я помню несколько лет назад в Москве висели даже такие билборды, что 25 числа будет конец света. Я не помню, какого месяца. И понятно, что 25 число прошло, и понятно, что конца света не случилось. Там просто какой-то мужик читал священное писание, и вот он как-то так пришел к выводу, что конец света будет такого числа. И люди, которые выступают с такими пророчествами, они появляются постоянно, они появляются в нашей стране, они появляются за рубежом. И мы должны всегда помнить слова Господа о дне житомой части, никто не знает. И в другом месте он говорит, не ваше дело знать временные сроки, которые отец положил в своей власти. То есть мы просто не знаем, когда будет конец света. это примерно как с нашей собственной личной смертью. Мы знаем, что мы умрем, это непременно, но не знаем, когда именно. Мы знаем, что будет конец света, но не знаем, когда именно. Мы должны быть готовы всегда. И Господь говорит, будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелищи в жерновах, одна берется, другая оставляется. То есть покаяние и вера — это личный выбор. Это не что-то такое, что может произойти заодно. Это решение, которое вы должны принять за себя. Итак, бодрствуйте, потому что вы не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Господь говорит, чтобы мы ожидали пришествия Господа постоянно, чтобы мы были все время к этому готовы, чтобы сегодня мы уже были готовы дать Богу отчет за этот день и за всю жизнь. Кто же тот верный и богоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб твой, тот, будучи зов, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатова в день, в который не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Господь приводит пример, знакомый его слушателям, пример с отсутствующим хозяином. И в то время любые путешествия были очень долгим делом, и они могли длиться месяцами и годами, и они были иногда необходимыми, потому что Иудея была частью Римской империи, и римляне правили через свои местные кадры, но любой местный правитель должен был приехать в Рим, встретиться там с императором, лично от него получить разрешение на правление. И вот этот путь в Рим и обратно занимал кучу времени, и люди в это время, которые были его подчиненными, он там кого-то оставлял за себя, кого-то он оставлял командовать всем его хозяйством. И люди, оставленные на хозяйстве, они получали, конечно, определенную власть, они могли начать притеснять других рабов, они могли начать подворовать хозяйство своего господина, но в конце концов господин возвращался через долгий срок, и поскольку средства связи были никакие, это происходило внезапно, вы не могли отслеживать его перемещение, он появлялся внезапно и требовал отчета от своих рабов. То есть это ситуация, которую люди могли представить, собственно, на опыте своих современников. Вот мы слуги, и наш господин отъехал в Рим. И мы не знаем вообще, мы даже не знаем, вернется ли он. Путешествие дело опасное. Но вот он отъехал, его нет месяц, его нет второй месяц, его нет три месяца, мы уже привыкли как-то без него. Его нет полгода, его нет год, и может быть, он вообще и не вернется, может, он вообще там в Риме остался, может, он по дороге его убили разбойники. Мы ничего этого не знаем, у нас нет данных. И потом раз, наступает день, когда он является. И те слуги, которые верно исполняли возложенные на них обязанности, они будут вознаграждены. Люди, которые решили, что они теперь могут распоряжаться, как будто они здесь хозяева, они, увы, будут наказаны. И Господь приводят этот пример, чтобы нам показать, что мы должны быть готовы в любой момент к тому, что он вернется. Мы с вами прочитали 24-ю главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру. Продолжение следует...